И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, а также в рубрику Трансфобзоры, где мы рассматриваем, конечно же, различных трансформеров, как маленьких, так и больших, как новых, так и старых. Сегодня на ваших экранах, конечно же, новый трансформер, совершенно нового фильма, под названием Transformers Rise of the Beasts, или на русском Трансформеры Восхождения Звероботов, это у нас Максим Мал, Эй Рейзер, студийная фигурка под номером 97. К сожалению, мы ее в фильме видели, но не до самого конца, не до финальной битвы, и, к сожалению, без режима робота, только альт-режим в виде птички и все. С одной стороны, как мне кажется, это, наверное, логичный и правильный ход, потому что, если они решили, что этого героя уберут, то зачем нам показывать режим робота? Хотя, мы можем вспомнить Айренхайда, Рэчта и так далее, и так далее, но здесь решили, наверное, из-за бюджета так не делать, либо просто решили вот так вот, что будет просто она представлена в виде птички, без всякого режима робота. Может быть и так, хотя есть где-то логика и в этом направлении, и вроде бы логика и в другом направлении, но уже как есть, так и есть. Мне герой очень даже понравился, как она себя проявила в фильме, мне действительно понравилось, то есть, когда я увидел, что Праймал ее уничтожает, потому что, ну, ни другого выхода, этот момент действительно тронул, наверное, многих, тем более по эмоциям Праймала было заметно, что он делает, ну, не то, что должен, но ему приходится через себя переходить, переступать грань, чтобы остановить ее, а иначе просто, ну, может, она бы перебила бы всех, даже и Праймала. В общем, вот такое будет вступление, фигурку я, конечно же, купил себе как бы на день рождения, назовем так, цена, ох, вспомнить бы, если не ошибаюсь, или 40 евро, то есть вообще цена космическая, назовем так, 40 евро я не рекомендую брать, в рублях здесь будет написано, много-много, максимум до 33 евро, а лучше до 30 евро и все. Мы знаем, что Airazor по этому фильму выходило две, то есть студийная серия и основная серия по фильму «Восхождение для работы». Конечно же, та серия считается не то, что такой, как эксклюзивной, но вроде бы ее можно найти только в Америке, а в Европе, не знаю, была, не была, но в общем, мы довольно студийные, она отличается от той, конечно же, версии, но там вроде бы птичка, если не ошибаюсь, покрасивше, а режим робота не совсем уж такой прям восхитительный, здесь вроде бы птичка крутая, а режим робота вроде бы и ничего, а вроде и не знаю, сейчас подходим, разберемся, значит, она у нас представлена здесь во всей красе в виде альтережима, чуть-чуть пустоты имеется, конечно же, пыль туда может попасть, но уже как есть, так есть, никакой пластмассы, здесь у нас защита имеется, ну, точнее, не то, что защита, а то, что ее держит на картоне из бумаги, ладно, значит, логотип фильма, трансформеры, студия сериус и так далее, все как обычно здесь написано, ограничений нету от 8 лет и больше, само собой, здесь тоже представлено, конечно же, в виде птички, делюкс-класс, безусловно, под номером 97, как раз рядом с 4 у меня она будет от коробки стоять, и, конечно же, у нас имеется фон, 23 этапа трансформации, птичка и режим робота, здесь что мы имеем на обратной стороне, и немножечко здесь описание имеется, но только мы дальше не прочтем, потому что наклеили, как обычно, не в тему, ну, и здесь тоже логотип имеется, что же, наверное, от такого мощного, интересного вступления перейдем к самой фигурке, и все, что у нас имеется внутри, поэтому начинаем приятного просмотра. Итак, наша птичка Airazor выбралась наружу, и могу сказать, впечатления очень даже приятные, как от того я ее вытаскивал и от самой фигурки, я немножечко даже приятно удивлен, не знаю, делюкс-класс, я понимаю, что он примерно такой, высота где-то может быть 14 сантиметров, может даже 13-15 в этом районе, но она примерно 14 сантиметров в высоту фигурка, но она по ощущениям в руках кажется, как мне показалось, что ли, большой, высокой, крупной, может быть из-за того, что крылья у нее имеются, и из-за этого образуется такая имитация, и тебе кажется, что она, блин, еще чуть-чуть и Voyager класс. Не знаю, так, не так, но размер очень приятный, на лапы, если смотреть, то есть на ноги, ну на лапы, такие длинные, то есть такая мадам очень немножечко может быть длинноногая и немножечко стройная, но ладно, не об этом. Все остальное смотрится вроде бы как пропорционально, на этом фоне достаточно тоже хорошо она выделяется. Про фигурку пока что стоечка, вот такие впечатления первые, очень даже приятные, я немножечко даже, наверное, удивлен. Инструкция голубого цвета, я вот не помню, у Читора какая она была, вроде красного цвета, но у птички голубого цвета. Внезапно почему-то вот такой цвет, вот это меня немножко удивило, но уже как есть. Открываем, рассматриваем, конечно, здесь показаны всякие этапы трансформации, куда можно прикрепить ракетницы, можно сбоку, можно и в руки вставить, а почему бы и нет, но пусть будут сбоку, пусть будут сбоку. Значит, этапы трансформации, надеюсь, не так будет тяжело, я все изучу, и мы с вами вместе ее, конечно же, странсформируем. Надеюсь, вот эти 23 этапа, это не 23 этапа, а немножечко меньше, потому что здесь, мне кажется, тоже все разжено, хотя кто его знает, может быть и правда, столько здесь есть этих этапов и махинаций. И вот такая птичка у нас получится в конечном счете. Теперь отложим ее в стороночку, значит, мы рассмотрим фигурку на фоне, она смотрится вот так вот. Мне кажется, нормально, хорошо, в какой-нибудь позе ее еще поставить, и будет вообще великолепно, конечно же, на полочке все стоять. Теперь, если еще чуть-чуть уделить время фону, то да, мы видим, что качественно наложена картинка, конечно же, на картон, но качественно, опять же повторюсь, красиво, не нравится, не перестают, само собой, удивлять. Ну и коробке мы время уделять, само собой, не будем. У нас имеется вот такая тоже, как бы, картоночка, фон, не фон, хотя особо здесь ты ничего с ней не сделаешь, но я оставляю, потому что ама лоли. Ну и плавно мы переходим к самой птичке Airazor, вот она вот такая, сразу же, как фон убрал и все остальное, она у нас уменьшилась внезапно, но мне кажется, что все равно она достаточно крупная. То есть, в руках вес, я могу сказать, ну, ощущается, что в руке что-то держишь, не инструкция какая-то двухграммовая или вообще она там, может, ничего не весит, а здесь ты чувствуешь. Теперь, если, например, про разболтанность или еще что-то, то вот когда ты ее трогаешь, крутишь, ничего такого я не ощущаю, все очень тугое, руки очень тугие, само собой, почему это туго, потому что это новое, но мало ли бывает такого, что пакуашного фигурка все разболтано почему-то, но очень все туго, шевелится. Ноги, конечно, я уже вот эту шевелил, но она достаточно приятно, свободно, не разболтанно шевелится. Это немножечко потуже, но если я чуть-чуть покручу, может, будет аналогично шевелиться, артикулироваться. Все остальное вроде бы тоже. И крылья нормально держатся, они никуда-то там не заламываются, не прячутся, они сами по себе не шевелятся. Это замечательно, это прекрасно. Про габариты я уже сказал, и если, например, вот так чуть-чуть еще покрутить, то действительно мне фигурка очень даже нравится и не жалею, что я ее купил, потому что потом подумал, что, а может, не надо, я еще прикупил Эйрэйзер из серии Кингдом, и как бы две Эйрэйзера, а зачем, а как? Но та, она сильно отличается, потому что она по мультсериалу Beast Wars, а это по фильму, я бы такой посчитал, но надо взять и ту, и ту, потому что, а почему бы и нет. О цветах, что могу сказать? У нее очень необычные цвета, я не знаю, не хочется говорить цвет капучино или что-то в этом роде, но это не коричневый цвет, это какой-то такой нежный, приятный цвет, как он даже именно называется, я без понятия, такой, не знаю, бирюзовый, не бирюзовый, вот хвостик, перышки, что-то в этом роде. Серые цвета, само собой, имеются, вот такой вот салатовый цвет у нее, глазки. Ну и все по цветам, столечка, ну еще вроде бы, не знаю, золотого цвета мы не увидим, хотя как-то мне казалось, что у нее будет золотой цвет, хотя, может быть, есть золотой цвет, но он перемешан, не знаю, может быть, зеленым цветом, вот не знаю, как это так получается, но обман у нас вроде как получается. На моей фигурке, давайте будем переходить, сразу же бросается в глаза мне знак, символ максималов, здесь на правой руке, прикольно, почему бы и нет. Голова. Конечно, сейчас мы будем всю рассматривать Airazor в виде робота, и судить, честно, особо-то и не с чем, потому что в фильме мы, к сожалению, ее не видели в виде робота, только альтережим мы сможем судить, а робота мы не сможем. Но если, например, сравнивать с Beast Wars и с другими предыдущими версиями, вариантами различных проектов, то, ну, местами, может быть, чем-то и похожа она. Если из Beast Wars, то, конечно, это кардинально другая Airazor, я не замечаю ничего от нее, может быть, только альтережимом, крыльями, лапами и все, и то, можно ли так сравнивать. То есть, вот такая у нас Airazor, совершенно новая, другая, с другими чертами, так, пожалуй, выражусь. Да, я оружие прикрепил, мы их особо выделять не будем, потому что, ну, просто я вставил сюда эти ракеты сбоку, можно сюда, и все, особо тут говорить нечего. Если поближе, то голова, ну, прикольная, прикольная, интересная, везде, как бы, кажется, что здесь у нее слои перьев имеется, и не только, и интересно, здесь мозги есть, это замечательно, это хорошо, то есть, здесь они постарались. Если про грудную часть, то мы видим, конечно же, альтережим, то есть, голову, птички, ну, это логично, это правильно, и вроде бы у оригинальной Airazor из Beast Wars что-то такое вроде бы есть. То есть, голова птички-то где-то здесь она выделяется. Но грудная часть у нее именно такая, не знаю, прибавить что-то нужно или отбавить, мне кажется, нет. Руки тоже у нас как будто есть перья, то есть, имитация такая на плечах. Интересно такие, как бы, и перья, и доспехи, и все прочее. Интересно, интересно, значит, здесь, ну, просто тоже деталюшечки, ничего сверхъестественного как бы нету. Рука и рука, она же должна какой-то быть, и у них вроде бы получилось, тут чуть-чуть пустота есть, ну, ладно, не страшно. Пальцы не шевелятся, но у нас кулак может подняться, это, видимо, для альтережима. А так, пять пальцев, прикольно, хорошо, нормально. Ну, и ракеты смотрятся тоже здесь интересненько. Теперь, если тазовую часть рассматривать, то она просто есть, потому что тазовая часть по логике должна быть, а как тогда иначе. Есть какая-то детализация, и этого достаточно. Теперь спина, задняя часть, тут у нас массивные крылья, можем по-разному их расправить, можем и так сделать, и как будто она в полете, и так смотрится очень даже хорошо. Можем их убрать, как будто она, ну, не знаю, приземлилась вот каким-то таким вот чудом, да. И тоже, наверное, и неплохо, хотя, может быть, уже нету вот этой массивности с какой-то стороны. Можно вообще расправить, но это уже у нас будет чуть ли не альтережим. Ну, в общем, тут можно вот так еще сделать, как будто она, да, вот летит. То есть, блин, с крыльями можно поиграться, и можно такую интересную позу, позицию поставить, что будет на полке, смотрите, очень даже прелестно. Ну, и ноги-лапы, они мощные, то есть фигурка, само собой, устойчивая. То есть, ну, крылья, не знаю, будут ли делать так, что ты хочешь фигурку поставить, она будет из-за крыльев неустойчивая. Хотя вот, я поставил, нормально стоит. То есть, с такими лапами, с такой основой эта фигурка обязана быть устойчивой, потому что, если и это не помогает, ну, не знаю, тогда тут есть вопросы. А так, ножки тоже имеют перья, такая вот имитация тоже, коленная часть имеется, переход к лапам. То есть, мне ножки очень уже нравятся, хорошо сделаны, разная есть детализация, чуть-чуть пустота есть, но ее не очень много. Так что, можно утверждать, что эта фигурка не дырявая, как бы сейчас, в двух смысле она не звучала, к женской версии, да. Но фигурка классная, классная, хорошая. Здесь у нас три пальчика имеется с ноготочками, здесь как бы, ну, назовем два, то есть у нее и пять пальцев, то есть она как мы. Ну, ладно, это немножечко я свое что-то сейчас выкинул. Ну, в общем, классная, здоровская фигурка, Эйрезер, рекомендую брать, только не по такой цене, по скидочке, сто процентов. Или же берите по такой, как я, потому что, мне кажется, не пожалеть, потому что она, ну, какая-то сверхъестественная. Если бы мы ее увидели бы в виде робота, ну, не знаю, может быть, что-то вообще сверхъестественное получилось бы. Мы бы сказали бы, вау, Transformers Rise of Beats, это вообще сверхъестественный фильм, лучше, лучше всех, даже лучше Марвел. Но, все равно, он получился здоровским, но, ладно, уже как есть, так есть, мы про режим робота уже говорили. Теперь артикуляция, само собой, то есть голова у нее расшевелится, только вот, к сожалению, мешают вот эти детали, и мы не сможем прокрутить в 360, как я осознаю. Либо сможем, но очень-очень аккуратно. Дальше, руки у нас, конечно же, шевелятся в 360 градусов, только крылья надо убирать. То есть, значит, могут, да, крутиться, могут в сторону, могут и на нас, и на вас, назовем так, могут здесь, где локоть в 360 градусов прокрутиться, само собой. Потом, где локоть могут и согнуться в 90 градусов, и у нас кисть может убраться вот таким образом тоже 90 градусов. То есть, ей нравятся, получается, прямые углы, ну, ладно. Теперь, если приподнять вот эту часть, то мы сможем прокрутить ее в 360, это, видимо, нужно не только для позиции каких-нибудь, да, но и для трансформации. Крылья, как вы заметили, они будут шевелиться по-разному, и так, и так, и сяк, так что здесь у нас движений полно. Ну, и ноги у нас могут подняться вперед, могут назад, только с каким-то, видимо, ограничением, из-за того, что у нас имеется вот здесь крылья. Дальше шпагат, она вроде бы как может сделать, но очень туго идет, и тоже не до конца, к сожалению. Теперь у нас колено вращается в 360 градусов, ух, как туго, но вращается в 360, и может согнуться. Тут уже не 90 градусов, а больше. Ну, и стопа у нас шевелится чуть ли не по-разному, и может вращаться в 360. Могу сказать и утверждать, что здесь артикуляции не пожалели. Здесь имеется очень много, поэтому на полке среди других максималов, и не только смотреться будет, само собой, вот так. Поэтому могу говорить, что фигурка здоровская, классная. По этим всем причинам теперь время переходить к трансформации, а там уже и альт-режим. Поэтому давайте приготовимся, чтобы ее трансформировать. Немножечко я покопался в инструкции, вроде бы не тяжело. Я надеюсь, оно так и будет. Но, пока я смотрел в инструкцию, я заметил, что оказывается ее лапы должны вот такими быть. То есть ноги. Это получается относится к птице, хотя с самой стороны это логично. А это к роботу. Но почему в упаковке у нее были перекручены лапки, то есть стопы. Почему, не знаю. И еще заметил, они на упаковке не серебряного цвета, а вот примерно такого же цвета. То есть получается еще потом немножечко поменяли кое-что. Ладно, значит наша задача теперь опять же вернуть в ту позицию, которую они изначально были. По логике я мог не перекручивать. Но ладно, будем соблюдать инструкцию и делать, как нам говорят. Теперь нам надо играться с крыльями. То есть, если проще говоря, нам просто их нужно расправить вот в такое положение, выпрямить полностью. Вот сделать вот так вот, никак иначе. Потому что тогда, значит у нас ничегошеньки не получится. Потом мы должны их выпрямить вот таким образом. Хотя вот на вот этой части мы должны их таким образом, точнее получается. Вот здесь мы должны согнуть 90 градусов. Теперь переходим вот к этим частям, к перьям, крыльям. Тоже их мы должны, конечно же, расправить. Получается вот таким каким-то методом. Считайте, задняя часть, как бы спина птички готова. Теперь переходим вновь к инструкции. Она нам говорит, нам нужно, во-первых, поднять вот эту хвостовую часть. Конечно же, отсоединить и приподнять, открыть, раскрыть вот эту часть. Нам нужно убрать ее голову и показать голову птички. Вот таким образом я, пожалуй, объясню. То есть это у нас, получается, перекручивается в 180 градусов. И еще у нас поднимается немножечко грудная часть. То есть да, немножечко все приподнимается. И у нас голова спряталась. То есть примерно что-то у нас получается как у Читора. Ну и само собой мы фиксируем. Так, вроде бы я закрепил, хотя если смотреть на инструкцию, что-то у меня опять же не сходится. Теперь нам нужно заняться руками, потому что они тоже будут интересным образом прятаться. То есть перекручиваем их немножечко в такое положение, чтобы ракеты смотрели на нас. Теперь мы должны само собой кулачки вправить внутрь. То есть вот таким образом делаем. И они будут как раз прятаться где-то, если не ошибаюсь, ну назовем на тазовой-втазовой части. Примерно что-то в этом роде. И если правильно рассмотреть, то нам нужно убрать эти кисти именно вот сюда. То есть у нас имеется здесь такой зазор, так назовем. И у нас имеется здесь на кисти тоже такая как бы деталюшечка, которая как бы держит все, назовем так. То есть мы должны примерно в таком положении разместить эти руки и вправить именно туда вот таким образом. И вроде бы у нас там что-то как-то соединяется, но каким-то образом, не знаю, что там будет держать, без понятия. Но нам инструкция говорит, что нужно спрятать кисти именно туда и не в другие места. То есть там поэтому такая пустота у нас имеется. То есть все, вставили, закрепили, руки вывернули. И теперь, конечно же, мы эти ракеты должны перекрутить, если я не ошибаюсь, на 180 градусов, чтобы они смогли, наверное, выполнять свою функцию в виде альт-режима. Чтобы можно было в виде птички обстреливать террорконов, предоконов, либо еще кого-нибудь. То есть вот так получается. Ну, необычное что-то, необычное, что вот так руки прятались. Я, наверное, вижу, ну не то, что впервые, но не так часто. Перекручиваем тазовую часть именно вот таким макаром и все. Потом лапки тоже вот здесь перекручиваем на 180 градусов. И осталось, получается, у нас совсем чуть-чуть этапчиков. То есть мы теперь должны именно вот таким образом эти ноги, лапы сделать в таком положении. И плюс у нас еще имеется здесь вот такое тоже крепление. То есть мы видим здесь такую выпирающую деталь и должны их соединить вот здесь с так называемой пустотой, которая, получается, не совсем пустота, а специально наставлена, чтобы зафиксировать ее для альт-режима. То есть все зафиксировали и потом мы, конечно же, сгибаем оставшуюся ногу, колено и у нас, получается, наша птичка готова. Но размах крыльев, само собой, какой-то сверхъестественный. И вроде бы как, вуаля, альт-режим готов. И по итогу у нас, получается, вот такая птичка, такая Airazor в виде альт-режима. И, конечно, если бы не крылья, то мы бы сказали, ешкин кот, это что, делюксовая фигурка превратилась в икоровскую или как? Потому что у нас, получается, самая масса в центре, а крылья это дополнение. Потому что, уберите крылья и считайте, ничего нету. В виде робота, да, я говорил, что, блин, а кажется, очень-то огромный, массивный. Но в виде птички все спряталось очень так даже компактно, что мы рук, честно, и не замечаем. Голова, ну, замечаем. Ну, а если не обращать внимания, то а где? А ноги? А куда? А как? Они что, укоротились? Да нет, они просто, интересно, согнулись и все. Поэтому у нас птичка вот такая. Очень необычненькая. Конечно, если убрать вообще вот эти лапы, вообще их отрезать, убрать как-то красиво, то, наверное, будет еще красивее, например, вот так как-то расположить эту птичку и в полете летит без вот этих очень мощных длинных лап когтей. Потому что, да, ее так поставить будет красиво, но если в полете, то это немножко страшненько. Хотя, может быть, как-то можно покрутить, сделать под себя и будет во много раз лучше. А так, что можно говорить об альт-режиме? Если, например, про верх говорить, то тут все очень красиво получилось. Видим перышки. Можно по-разному их артикулировать. Например, вот эти части можем их убрать, спрятать. Например, как будто пикируют, да, во всю вот так раз и кому-нибудь съедает. Тут она просто, например, летит не спеша. Можно угол, например, ровнять. Можно даже так как-то сделать. Можем сделать, как будто она наоборот взяла, сложила крылья. То есть можем играться. Но хотя, если сделать примерно так, то уже как бы, ну, вроде, да, Deluxe класс есть, ощущается на самом деле. Ну, то есть с крыльями у нас различные здесь есть вариации. И это замечательно. Это круто. То есть не каждая фигурка может похвастаться чем-то таким подобным. Дальше, если, например, поближе рассмотреть, что тут можем глянуть, увидеть, разглядеть. Ну, вот животик, да, брюшко, если не ошибаюсь, называет. Олову видим. Ракеты, да, она может так вот пулять, пугать. Переходы интересные. Здесь с лапами особо ничего такого сверхъестественного не произошло. Ну, как бы, вроде бы нормально, хорошо, красиво, не страшно. Дыры, щелей, непонятностей мы не замечаем. А это самое главное. Ну, и то, что мы особо-то не рассматривали, это, конечно же, голову птички. Тоже салатовые глазки, тоже детализация имеется. Клюв такой серебряный, назовем так металлический, как пробьет кому-нибудь дыру, и все. Открывается пасть, это замечательно. То есть, может орать, например, на кого-нибудь. Даже язычок здесь виден, это вообще круто. Что на такой малюсенькой деталюшечке они решили сделать вот такую детализацию приятную. Ну, и голова у нас шевелится, и появляется, назовем так, как бы шея. То есть, вот здесь вот такой вот механизмик, так вот шевелится. Очень приятно опускается, мне нравится. То есть, может лететь и глядеть вниз. Можем как бы так, можем вот так вот. То есть, летит прямо и смотрит. То есть, она еще, конечно же, вращается в 30-60 градусов. Это вообще что-то сверхъестественное. Может вот так вот взять, лететь и... Может вообще вот так лететь и смотреть. Ну и что, ты куда-то меня обгоняешь. То есть, ничего ж, нигде не получится. Ну, в общем, про артикуляцию столько. Особо тут движений нету. Можем лапы пошевелить чуть-чуть. Хотя, можем тогда все разрушить с одной стороны. Но, если как-то получится, удастся вам что-то из этого всего интересного сделать, пожалуйста. А так, да. Артикуляции в виде птички очень мало. Только в основном с крыльями можем играться. Больше ни с чем. Но в виде робота артикуляции, конечно, достаточно. Можем, например, как-то, не знаю, на пальчик поместить. Можем кошку пугать, собаку или еще кого-нибудь. То есть, об альт-режиме я, пожалуй, скажу столько. Решил я что-то за кадром тут непонятно сделать на скорую руку. То есть, если вы хотите сделать, чтобы вообще на нее не было видно этих лап в полете, то мы можем сделать вот так. То есть, особо мы не видим лап вот так вот. Да и так, не замечаю. Хотя, вот это что это? Ну, конечно, тут надо немножечко подправить. А так, на скорую руку сделал. А так, можем согнуть ножки в таком виде. Немножко подправить. Может быть, как-то иначе можно. Но мне что-то такое в голову стрельнуло. Я такой подумал, можно вот так сделать. Может быть, даже ничего летит. Так что, на заметочку можете взять. Хотя, наверное, ничего здесь красивого, выдающего нету. Но, мало ли, кому-то пригодится именно такое. Поэтому, теперь можем точно переходить к итогу данного выпуска. И в заключении, что же я могу сказать об этом трансформере, об этой девице, об iRazor? Что очень даже достойная, интересная, классная фигурка, как мне кажется. Изначально я, наверное, немножко сомневался, что я ее вообще взял за 40 евро, когда мог подождать скидки. Хотя, если она была бы по скидке, может быть, уже разобрали бы к тому моменту. Но, в общем, я, наверное, скажу, что все-таки я не жалею, что я взял за 40 евро, за такую сумму. Потому, что мы получаем очень даже классную фигурку в виде робота. Это уже первый плюс. Потому, что, правда, она выглядит очень даже интересно. Она массивный, кажется. Когда ты ее трогаешь, держишь в руке, крылья добавляют какую-то имитацию, какой-то объем, как я уже говорил. Поэтому, это плюс. Имеется очень много подвижностей в виде робота. Это замечательно. Это хорошо. Это круто. Аксессуары. Ну, конечно, вот эти ракеты, я не хочу даже говорить, что это что-то сверхъестественное. Это мощная пушка. Это, блин, вау. Это просто две деталюшки, которые можно было изначально прикрепить. И все. Читается, у нее аксессуары как бы есть, а как бы и нету. Ладно. Трансформация. Ну, да. Чуть-чуть я тут, может быть, затупил, не затупил. Но, с одной стороны, нормальная, легкая, несложная. Поэтому 23 этапа, может быть, они и есть. Но, может быть, и не совсем есть. Поэтому, наверное, их немножечко здесь поменьше. Но, в общем, справиться можно. Дальше. Сама птичка. Это уже третий плюс. Очень даже тоже прикольно, интересно. Тем более мы таких подобных альтережимов птицы или что-то подобное получаем не так-то часто. Поэтому это уже автоматический плюс. Да и в итоге, что мы получаем, очень даже круто. Вот, например, на фоне она может надеться вот так. И это замечательно. Это круто, хорошо. Можно крылья вообще вот так согнуть. Можно еще что-то наделать, нагородить. Крутая, классная фигурка с таким фоном, с такими функциями, подвижностью. Я думаю, достойна хорошая фигурка. Лучше ли она другой версии, тоже по фильму «Восхождение звезды работ» я не знаю. Тут, наверное, уже на свое усмотрение. Но мне эта фигурка понравилась, я в восторге. Честно, в восторге. Рекомендую, советую вам брать. Но немножечко, может быть, подешевле по скидке. Либо уж берите, как я. Тогда точно должна понравиться. Все, буду заканчивать. Надеюсь, не растяну эту резину, е-мое, которую растягиваю, растягиваю. Спасибо за просмотр. А не забудьте подписаться на канал. Нажмите обязательно такой воздушный лайк, само собой. Также на колокольчик, чтобы не пропустить там свежие видео. И, конечно же, увидимся в новых свежих видео. В рубрике «Трансфобзоры», где мы рассматриваем различных таких вот подобных трансформеров и не только. И все. Всем спасибо, всем удачи и всем, само собой, пока.